Интереснейшее письмо Человеками прививали окулировкой и большие деревья вырастали, которые десятилетиями жить могли. Люди что-то не заметили бы, если бы такой способ недолговечен был бы. Черенком прививать лучше, не спорю. Но окулировка все-таки не дешевка. Я действительно прививаю и не замечал ничего плохого, а мне уже 57 лет. Вы вводите людей в заблуждение. Попробую сейчас оправдаться. У нас садов нет не потому, что почкой прививают, а просто нафиг никому не нужны. Советские сады вырубали под корень. За подвои, согласен, сеется, но лучше гораздо. Спасибо, хоть за подвои, но у меня все согласны. Теперь, насчет нафиг никому не нужны, это последний этап, потому что меняется менталитет у людей. Я с вами согласен. Но они были очень нужны. У нас город бредил садами. Бредил. Я бы рассказал, что такое творилось, когда люди не ходили на работу, только чистились, а строили дачи из сады. Это было. Потом с местной массовой информации научились их. А сады сразу пошли. Да как пошли? Какой тут причем? Железа. Тут до железа уже абрикосы были эти. Вот. Средства массовой информации научили их убивать. Их начали убивать. И прежде всего, что садили, уже тоже гибло. Так. Привальщиков было много. Но сейчас их практически нет, поэтому это сейчас даже не актуально на наш спор. Почкой или черенком привать. Он не так актуален. Почему? Я же это самое. Становлюсь настолько известен, что меня должны были все раскупить. Я вам показывал, как Димашка сжигал на костре эти черенки, которым цены нет, которых нет ни у одного ученого человека, ни у одного института, ни у одного ГСУ. Вот. Понимаете? Вот сейчас, да. Не нужны, потому что я же вижу, что так тут. Я с вами согласен. И все-таки вопрос принципиальный. Смотрите. Прививка. Сейчас я вам покажу пару фотографий. Вот. Мне бы хотелось, чтобы все-таки оказаться, знаете как, все права. Я хочу быть чуть-чуть правее. Сейчас поймете. Вот. Вожу я в заблуждение или не вожу. Так. Смотрите. Вот это вот фотография Прививка Почкой. И вы знаете, неплохая. А знаете почему? Это ученый сад. Это сам Роман Исаев. Сам Роман Исаев. Он тогда работал, ну, примерно так, руководитель, может, отдела института. Вот. И показывал, как это делается. Я взял, прям с экрана фотографировал. Бесценная фотография, потому что не каждому дано все это осмыслить, собрать коллекцию. А он, вы на готовом. Пожалуйста. Вот. Это прекрасный специалист. Ну, кто бы спорил. Знаете, конечно, тут есть два момента, которые очень, как, вот, ценности Прививка Почкой снижает. У него есть большая цена. Знаете, какая? Вот возьмем ветку. Допустим, метр. А на ней 40 почек. Ну, это так, примерно. Нижняя 20. Это 20 прививок. Вот таких, как у Исаева. Может, даже 30. И дерево так пойдут. Так. Потом, тут есть это. А прививка черенком, извините, только для нас, для тех, у кого такая жирная возможность есть. То есть, я могу сколько угодно черенком нарезать. Я возьму вот такой снизу черенок. А здесь пару почек попадает под нож. Плюс три почки. Пять. Плюс пять, плюс пять. Все. А я еще говорю, за пределы третья не берите. То есть, метровый саженец. То есть, получается, 30 сантиметров отсюда берете. Это самое ценное. Отсюда менее ценно. А верхушки выбрасывайте. Даже треть, вторую, среднюю. Треть тоже желательно бы выбросить. Вот. Понятно, что этот способ прозорительный для любого человека. Он одну почку, один черенок раздобыл. Вспоминаю, когда раздавал черенки, с Украины привозил. Слетались лучшие садоводы из Саиногорска. А это не лучшие садоводы. А выдающиеся. Лучшие в России. Не в городе. Каждый брал по черенку, по два, по три. И руки дрожали. Это было. И там действительно почка, чтобы сохранить. Потому что сколько, смотрите. Сколько получается у Уишаева. Нормально? Бесценный снимок. Но это есть нюанс. Вот этот черенок. Насчет от... Он специально, видите, он оставляет, как его называют, пенек. Потому что если пенека не будет, рана будет в два раза больше. Так? Вот. То есть, мы берем один край. Заметьте, я ничего плохого не сказал. Согласны? Вот. Только хорошее. Не такой расточительный, как прививка черенком. А черенок подразумевает, еще разделяется на прививку. Значит, капулировка. Лучная капулировка. Это уже, в принципе, одно и то же. И прививка в этот самый. Врачебровка в пень. Вот. То есть, это три основных способа. Первый перед вами. Вот. Но это, еще раз говорю, научный сад. Вот. Я ничего плохого сказать не могу. А теперь смотрим сюда. Повторяю. Но я вынужден. Это тоже ученый. Доктор наук. Но ему нужно, чтобы на сайте был длинный рассказ про посадку саженца. И он его садит в яму. И он его выбрал, наверное, лучше. И если это лучше, то это самое. Ой, господи, я забыл. Михаил, согласитесь, что как бы вы ни относились. То есть, вы считаете, что это равноценное по качеству саженца. С этим, с умственной капулировкой. Вот. Но здесь, ну, пожалуйста, ну, согласитесь, что это, это самое, коллега. Яблони выживают. Вот поэтому вы написали, да. Яблони выживают. Вы знаете, что такие, что будет с абрикосом? Вот. Про этот, я уже вам плешь съел с этой самой. Знаменитой фразой 2004 год. Привесадебное хозяйство. Знаменитый садовод Сычев. Вот. И он пишет. Там, ну, это самое, меня его печатали. Вот. Значит, Привесадебное хозяйство 2004 год. Там он пишет. Еще раз. Выше линии Курск-Воронеж, третий город забыл. Ну, все равно понятно. Это то, что отделяет юг России от севера России. Вот. Абрикосы можно прижать по пальцам. Поверьте, Михаил, вот прямо прошу вас. Это одна из причиннейших причин. Их несколько. Я уже так быстро, что уже стыдно говорить. Ну, еще раз. Заглубление семечек. Вот это способ прививки. Два. И калеченое дерево. Эти же абрикосы нуждаются в обрезке. То есть, все, что кроме яблонь, все остальное настолько хрупкое, что попробуйте, вы найдите, походите по соседям сладкую грушу. Вот. Настоящую сливу. Попробуйте найти этот же самый абрикос, персик и так далее. Изувечься дерево. Дальше пойдем. Я не все сказал. Я как бы сказать. Я вам благодарен за то, что вы мне даете высказываться. Лишний повод. Это вы мне дали повод еще раз вернуться. Итак, это ученый, который сделал фильм целый. Как садить в яму вот этих уродов. Выбрал лучший. Это лучший. Вот. За что я ему благодарен. В том плане, что он мне дает возможность предупредить сотни тысяч других людей. Благодаря этому доктору наук. Заметьте, ни фамилии, ничего не называют. Вот. Просто у меня есть фотографии всего. Ну, длинный ряд. А это самое яркое. Дальше. Это тоже когда-то я показывал в одном вебинаре. Это тоже питомник. Это настоящий питомник. Это не то, что выписали из Франции или из Италии. Нет. Это мой хороший приятель, с которым познакомились. Он же. Он же этот самый директор. Он же богатый человек. Он же цех по напиткам. Он же это. Он закладывает в сад. И на этом погорел, потому что он сказал, написал, позвонил в десяток сибирских питомников, вплоть до Урала. И сказал, я гоняю машину, я не бедный, мне нужны ваши саженцы, чтобы сразу посадил и через 2-3 года вырожать. Во! Это я уже эмоционально. Ни один питомник из десятка, все, что в себе оставалось в тот момент, что еще сами выращивают, не разрешили приехать. Мы пришлем почтой. Вы представляете, что могли прислать этих? Вот что прислали. Прививка почкой. Поэтому я, Михаил, не просто там озлобился. Я просто людей жалею. И призываю. Если вы сами хотите, чтобы раны, она будет, но она будет меньше. Хотите, чтобы она была меньше и потом исчезла. Пожалуйста, учитесь привать лучшую каплировку. А дальше, пожалуйста, мы же общались через гостевую книгу. Вот, пожалуйста, ответ ваш, согласен, не согласен. Помните три варианта ответа? Да, нет, пошел нафиг. Можете и третий вариант, пожалуйста. Некоторые обижаются, когда я снимет. Вот в таком тоне разговариваю. Так, ладно, идем дальше. А нет, не дальше. Это еще один пример. Это, значит, колновидная яблоня сыренька. На второй год она вот такая уже. Ну, сколько их проклинать, я уже не знаю. У меня уже сил нет проклинать. Это тоже почка. Привыка к почке. Так, у них самодепрессивная почка, у колонидных яблон. Тут у себя как о каплировке речи не идет. Вот, они вот между узлей, вот такие расстояния, да, между узлей. Вот, и получается почек море, каждый в дело, и потом, пожалуйста, вот вам. Вот, что у вас будет, друзья. Идем дальше. Это просто привыка к лучшей каплировке. Ну, как бы повторение материала. Это не моя фотография, но фотография неплохая. Ран не видите, идем дальше. Это моя фотография. Ран не видите никаких. Вот. А представляете, вот если бы это был бы абрикос. Также можно вырастить для такого же размера подвой абрикосовый. Вот, также почку, все. Ну, и прочей, Вася. Не знаю, Михаила. Он может остаться при своем мнении. Вот. У меня больше всего, знаете, как болезненно, профессионально садоводок, то почка не просто обворачивает там дачный сад, а именно на продажу. Вот, как они болезненно воспринимают. Вот. В этом самом, когда я в Челябинске проводил слет с лекциями, у меня там это самое, только что матом мне это самое, выкрики были из этого, из зала. Там же собрались профессионалы, а вдруг я вылез. Вот это еще пример. Попробуйте вы с помощью почки вырастить высокой длины. Это я уже почти все пообрезал. Я ходил вокруг, говорю, господи Боже, куда вы растете, я же вас не парил ни разу. Это прививки, третий этаж прививки. Так, идем дальше. Вот. Я почему попросил Юрия своего этого самого помощника, у него два метра роста, выше меня, да? Ну, под два. Догадайтесь, какая высота. Однолетняя слива. А почему? Вот. Привита. Ну, маленький сгорят походу. Двухлетний дичок. Ну, не дичок, а это китайское слива. Не на однолетний, а на двухлетний. Вот. А я, посмотрите, как получается, лоб-лоб. Вы говорите, ну, по крайней мере, не хуже, да? Я вожу в заблуждение. Ну, как мог попробовал в заблуждение рассеять. Мы говорим про два способа, а вот это уже третий способ. Это уже почки, ой, побеги довольно толстые, приходится в расщеп. Раз в расщеп, два в расщеп. Я уже за одним. Ну, он близок к лучшей каплировке, потому что он тоже что? Черенок и большой расходный материал получается. Два, три. Это эти самые. Однолетние. Ну, это просто однолетние. А по двое двухлетние. Ну, я как бы заодно пропагандирую. Это все за одно лето вырастает. Вырастало. Сейчас мы вообще прекратили поливать, потому что мы потом не знаем, что с ними делать. Это, знаете, говорят, враг лучше, а враг хороший. Вот так и у нас получилось. Ну, вот. Пожалуйста. Это мой рекордсмен. Хвастаюсь, потому что Курдюмову подходили. Тут трехметровый. Вот. За один год. За один год. Это все однолетка. Вот. Ну, это, правда, на второй год выбросило такие. Ну, поверьте, если бы это было при рукопочке, ничего бы близко такого бы не было. Чтобы вот это за два года выросло. Причем после первого года он был обрезан беспощадно на две трети. Ну, так надо эти кролики. И, наконец, проходят годы. Смотрим. Это я показываю, где подбой привой. Видели? Кстати, за одним, смотрите. Довольно взрослое дерево. Ему лет 15. Оно вырезало из земли. Оно что делает? Оно корневую шейку спасает. Ей трудно приходится. Вот. Вроде бы... Ну, тут... Правда, земля сырая. Видно, после дождя я тут ходил, да? После дождя. А кто-то мне это... Ну, то есть, не вы ли попросили меня тогда сделать ряд снимков? Чтобы показать крупным планом место прививки. Вот и показываю. Вот. Если бы он был бы в яме, как тот доктор. На это еще и бордюрчики сделал. О, как. Тогда бы вы что сейчас увидели? Ничего. Так. Идем дальше. Видите? Вот это улучшенная каплировка или прививка расщеп. Ну, прививка расщеп я позже освоил. Это все, в основном, улучшенная каплировка. Улучшенная каплировка. Вот. Я потом сам, я же не передал сам. Тут раз, Антон Ларец говорит, пожалуйста, сделайте десяток снимков. Вот любуюсь. Я сам так удивился. Ух ты, смотри-ка, получается. Смотрите. Вот. Никто никого не обгоняет. Лучная каплировка. Лучная каплировка. На том этапе я не применял еще это. Я позже стал. Лучная каплировка. Найдите следы прививки. Добавил субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...